Партийный фестиваль А спустя три недели в лайнапе фестиваля появилось неожиданное имя – музыканта Сергея Шнурова. Ради внезапного участия в съезде партии Роста, основатель Ленинграда, чей сценический дресс-код редко выходит за рамки треников и майки-алкоголички, надел костюм-тройку, круглые очки и выглядел так, будто в одной руке у него трость, а на другой отставленный мизинец. Мне кажется, что я вам пригожусь, совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Сказать, что появление Шнурова в политическом и даже кремлевском проекте шокирует сложно. Шнуров бравирует тем, что он человек прагматичный, если не конъюнктурный, на всем зарабатывает, даже на собственной совести, пародирует любой проект, в котором оказался – и свой, и чужой. То есть считает, что способен переиграть и заказчиков музыки, и недовольных слушателей. Но все не так просто. Шнурова, знают его знакомые, уже звали на думские выборы, причем в ту же партию роста. Дело было 4-5 лет назад, политическая ситуация тоже была напряженная, а Шнуров как раз был в зените славы. Полные стадионы, битком набитые элитой, вип-трибуны, зал ревет от восторга, музыкант самозабвенно матерится в такт, Шнуров как будто нравится всем, а толпа поклонников, умноженная на отсутствующий рейтинг, всегда как минимум сигнал для Кремля. На него придумали отреагировать приглашением Шнурова в правую партию под руководством лояльного производителя шампанского Бориса Титова. Стоит ли говорить, что Шнуров тогда отказался? Почему музыкант согласился теперь – вопрос открытый. Простая версия состоит в том, что с тех пор изменилась и жизнь певца, и интонации Кремля. Певцу могли сделать оффер, от которого он не мог отказаться, а могли просто предложить выгодный актерский контракт. При слегка утихшей популярности этот контракт оказался к месту. Самая экстравагантная версия, впрочем, у светских конспирологов. Они утверждают, что дело в семье. Музыкант снова женился на этот раз на дочери главы службы безопасности Уральского металлургического комбината, чисто профессионально связанного со спецслужбами. То есть к будущему кандидату могли зайти через тесть, а он теперь работает в Москве. По-свойски дело оказалось житейским, ну и выгорело. Но это всего лишь версия. Публицисты сокрушаются, зачем кувалдой Шнуровым забивать гвозди никому не нужной партии роста. Ответ у политтехнологов простой. Ничего крупнее на этих выборах у них для Шнурова просто нет. А у Роста при некоторых обстоятельствах есть даже шансы на парочку мандатов. А куда его еще записывать? Не в единую же Россию. У Единой России, кстати, тоже проблема. Ее назначили козой отпущения. Оппозиция, конечно, преуспела в нейминге. Название о жуликах и ворах оказалось вполне живучим. Но Кремлю до сих пор кажется, что проблема у власти именно с партией, которая не нравится людям, а не с тем, что эта партия буквально и хоть и безликий выразитель идей власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова о которой избиратель пока так и не понял, с ним разговаривают в шутку или всерьез. 1 марта прошел, внимание, закрытый съезд политической партии и создателей компании «Фаберлик». О своих планах они объявили накануне, но сами в партийные лидеры не пошли. Выставили живым щитом женщину-директора по развитию собственной компании, председателя Лиги независимых предпринимателей Ирену Лукьянову. Партия называется «Новые люди», но делают ее сплошь люди старые. Методолог Ефим Островский и Алексей Чадаев, активист и политолог из команды Суркова. Сам основатель «Фаберлик» Алексей Нечаев, кстати, поклонник детского советского писателя Крапивина из Орниц. Его фонд «Капитаны» проводит военные сборы на базе учебного центра «Витязь», а еще молодежного строительства под эгидой Суркова. В свое время он едва ли не помогал прокремлевским движениям финансово. В 2009 году Нечаев стал сучредителем экологической организации «ЭКО». Это сетевой проект в регионах, который по стечению патриотических обстоятельств возглавила комиссар движения «Наши» Марина Задемитькова. Концепция нового проекта Нечаева «Новые люди» весьма противоречива. То ли это молодежная, опять сетевая организация для миллениалов, то ли правая партия для бизнес-карьеристов. Но коль финансирует его косметика, при некотором освещении выглядит и как партия красоты или даже кремлевского эмпауэрмента, возглавила же ее женщина. Политологи говорят, что грех не воспользоваться и региональной сетью «ЭКО», но будут ли новые люди в своем правом изводе? Ратовать за экологию? Вопрос открытый. К слову, специальная экологическая партия на примете у Кремля тоже есть. Съезд новой зеленой альтернативы назначен на 10 марта. Свои возможности зеленые порепетируют на довыборах в Ярославле. Кандидатом станет художник и музыкант Вася Ложкин. Но в партийном списке могут появиться и большие федеральные знаменитости. По слухам, возглавить экологическую партию предлагали телеведущие и бизнес-вумен Тинни Канделаки. По другой версии, она отправится в парламент самовыдвиженцем по одномандатному округу во Владимирской или Ярославской области. По третьей станет членом партии «Роста». В патриотических телеграм-каналах пишут, что в партию звали даже Юрия Дудя. Но мы в это не верим. Сама Канделаки свои переговоры с Кремлем отрицает. Ссылается на то, что пишет бизнес-план и в следующем году вообще планирует заработать свой первый миллиард. Телеведущая, напомню, увлечена производством косметических патчей. То есть ей вполне, согласно кремлевским стереотипам, подошло бы место во главе партии «Фаберлик». Но решили иначе. Если уж мы опять вспомнили о партии косметики, как ее называют политтехнологи, конкуренцию ей составит партия танков. На 5 марта это сегодня намечен учредительный съезд партии «Прямой демократии». Ее создает директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Это партия айтишников. В ее оргкомитет войдет довольно пестрый набор людей. От юриста «Яндекс.Денег» Бориса Чигидина до бывшего продюсера «Живого журнала» Тимофея Шевякова. Шевяков начинал в фейпе у Павловского. В разное время не поверите. Дружил с нацистскими группировками, боролся с оппозицией. Буквально писал заметки о том, что с ней надо пожестче. Радовался ее смертям. Кстати, сегодня Шевяков рассказал коммерсанту, что в партию прямой демократии вот-вот вступят экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бывшая американская политзаключенная Мария Бутина. Циничный патриот с выраженной любовью к деньгам. Так аттестуют Шевякова знакомые. А Wargaming, пишет коммерсант, и сама давно перестала быть просто разработчиком игр и активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Беларуси. Ну а Вячеслав Макаров просто решил монетизировать свои политические амбиции. Примерно как Иосиф Пригожин. Муж и продюсер сильной женщины Аллы Перофиловой. Если вы не знали, это настоящее имя певицы Валерии. Сильная женщина, героиня ее песни. Ну а сама Валерия, пережившая насилие со стороны первого мужа, объявила, что возглавит одноименный политический проект. Забавно, что движение к равноправию певицы создают все-таки голосом Пригожина. Это он дал первое объявление о партии в питерской газете «Фонтанк» и сказал, что однозначно в Думе должна быть женская половина. К слову скажу, что кремлевским феминизмом в соцсетях занимаются соратницы пресекретаря, бывшего пресекретаря движения «Наше» Кристина Потупчик. Ну и стал модерировать график интервью своей жены. По слухам, партия Валерии была скорее частным хайпом Пригожина. То есть что-то продюсер с Кремлем, конечно, согласовал, но серьезного плана женского паростроительства в администрации все-таки не было. Валерии пришлось даже опровергнуть свою же сенсацию на НТВ. Будет фонд, партии не будет, не до женщин, пусть и фейковых есть дела поважнее. Если будет партия, ты узнаешь об этом первым. А пока я создаю фонд «Сильные женщины». Я рада, что проблемы женщин сегодня обсуждаются открыто, и что просто настало самое время говорить об этом. Зачем весь этот калейдоскоп, спросите вы? Кажется, это лишь гротескная ширма для голого факта. Кремль боится выборов в Думу, не верит в дееспособность даже перелицованной партии власти и пытается поставить ее на костыли. Если голосов, отданных за партии сателлиты, которые не пройдут избирательный барьер, будет не меньше 20-30%, то премия в Думе, то есть число дополнительных мандатов для тех, кто прошел, в том числе для «Единой России», окажется сильно выше привычной. Впрочем, поверить в победное шествие этого партийного парада, кажется, не могут даже его инициаторы в Кремле. К тому же поражает, сколько энергии, денег и сил российская власть способна потратить на то, чтобы ни в коем случае не проводить нормальные выборы. Сделать все, чтобы не делать ничего. Новая божественная конституция, президент навсегда и парад фейков, беднеющие люди. Конечно, это все не лучший фон для мобилизации населения. С другой стороны, ну, выборы и выборы. Не такая единая теперь Россия, ну, и раздельной ее тоже не назовешь. И все же слухи о переносе выборов на год раньше, чтобы люди проголосовали, так и не успев опомниться, звучат теперь все чаще. И кажется, в Кремле знают о протестных настроениях чуть больше, чем знаем о них мы, зрители первого ряда.